Тюрьма – недостаток пространства, возмещаемый избытком времени. Иосиф Бродский. Целью уголовного наказания является не только восстановление справедливости, предупреждение аналогичных преступлений, но и исправление осужденного, его перевоспитание. Однако, есть такие места лишения свободы, где применяемые заключенным меры не просто жестокие, а еще и почти не оставляют шансов на освобождение живым и здоровым. Алькатрас, Гуантанамо, Владимирский Централ и другие. В Северной Корее используются стратегии распространения вины на родственников с целью уничтожить три поколения семьи. Добро пожаловать на канал Страны Мира! И в этом видео я расскажу о самых страшных тюрьмах на планете. Тюрьма Гитарама, Руанда. Эта тюрьма – настоящий ад на земле. Все заключенные обречены есть, спать, жить и умирать в очень тесных условиях. Четыре человека на квадратный метр, в кирпичной коробке, зачастую без крыши, как следствие антисанитария. В тюрьме встречаются случаи каннибализма. Тюрьма Банг Кванг, Таиланд. Эта страшная тюрьма стала известна благодаря фильму «Бангкок Килтон», где в главной роли снялась Николь Кидман. Сами тайцы называют тюрьму «Большой тигр», так как место уничтожает людей беспощадностью хищник. Сюда попадают преступники со сроком заключения от 25 лет до пожизненного, а также приговоренные к смертной казни. По правилам тюрьмы, каждый новоприбывший заключенный, вне зависимости от приговора, обязан на протяжении трех месяцев носить железные кандалы на ногах. В камерах размером 6х4 метра сидят по 20-25 человек, которые заперты в этих клетках по 14 часов в сутки. Питание один раз в день, тарелка жидкого овощного супа и немного хлеба. Остальную пищу заключенные должны покупать себе сами. Кругом стоит невыносимая вонь, ведь зэки справляют нужду в открытые выгребные ямы. О каком-то медицинском уходе и говорить не приходится. Тяжелобольные лежат на кроватях без шанса получить лекарства и в итоге умирают в мучениях. Тюрьма Диярбакыр, Турция. Турецкая тюрьма печально известна пытками и многочисленными случаями сексуального надругательства над преступником. Многие сидельцы предпринимали попытки голодовки, поджигали себя в знак протеста против произвола тюремной администрации и совершали самоубийство, чтобы наконец прекратить свои страдания. Диярбакыр также известен тем, что здесь сидят дети, приговоренные к пожизненному заключению. Умерший заключенный может пролежать в камере несколько дней, так как все обращения узников надзиратели оставляют без внимания. Тюрьма Тадмор, Сирия. Здесь были зафиксированы случаи, когда охранники волочили заключенных, привязанных к машине по земле, до смерти. А мясники рубили топорами провинившихся уголовников или морили голодом. В 1980 году президент Сирии Хафес Аль-Асад отдал приказ расстрелять всех заключенных. В камерах тогда находилось 2400 человек. В 2001 году тюрьму закрыли, но в 2011 она снова стала функционировать, продолжая оправдывать свою репутацию королевства смерти. Сабанетта, Венесуэла. Это самая большая тюрьма в мире. Там содержится 25 тысяч заключенных. Заключенные в буквальном смысле вынуждены спать друг на друге, или же на неудобных гамаках, сделанных из подручных материалов. В некоторых камерах нет туалета, поэтому заключенные ходят прямо на пол. В камерах не проводится уборка и мероприятия по соблюдению гигиены и дезинфекции. Поэтому многие погибают от инфекционных болезней. Тюремный остров Питак, Белое озеро, Россия. Это русская версия Алькатрас. Тюрьма изолирована посреди озера. Она была построена для самых опасных заключенных. Они не боятся насилия со стороны охранников и других узников, поскольку их ограниченная жизнь протекает в клетках в полной изоляции. Люди становятся опустошенными и сходят с ума. Конечно же, на этом список самых страшных тюрем мира не заканчивается. Есть и другие. Но я искренне желаю вам не проходить эту школу жизни. Спасибо за просмотр. Всем пока.